У нас вообще происходит полный раздрай в этом самом правительстве. Вот Минфин, например, провалил план по сбору налога на богатых. Провалил план? Как же так? Как так? А кто это сделал? Российский бюджет существенно отстает от плана по сбору налога на богатых, повышенного НДФЛ, который с 21-го года действует для граждан. Минфину удалось собрать всего 96 миллиардов. Но по сравнению с прошлым годом эти сборы увеличились, но отставание составляет почти 25%, то есть треть от сборов. И если поступления останутся на текущих уровнях, к концу года бюджет не доберет 50 миллиардов рублей. А вы говорите импортозамещение. Слушайте, ну кто бы сомневался, что вот по этой статье власть будет максимально нерасторопна, уж точно не будет, я не знаю, идти на все правды-неправды, чтобы вот пополнить казну. Почему? Потому что, ну, высечь-то нужно себя, высечь-то нужно свое окружение. Отпороть нужно детей, жен, родственников, друзей, которые входят в эти высшие эшелоны власти. Это же близкие люди для правительства, для парламентов, для прокуратуры, для ФСБ, для руководителей не только страны, да, не только регионов, по местам. Если мы берем с вами любой богом забытый населенный пункт, там ни дорог, ни коммуникаций, ни рабочих мест, ни каких-либо перспектив для жизни, но там есть местный царек, который владеет всем и вся, который в результате приватизации 90-х нулевых или сегодняшних дней каким-то образом завладел самыми жирными кусками, у него единственного какие-то торговые площадя или предприятия, которые там теплятся, недоразвалены, земля его, какие-то, значит, бизнесы, там, добыча чего-то, вот это все принадлежит ему. Представляете, этот человек, даже если он гипотетически не является местным главой или там каким-то депутатом, ну, конечно же, у него, как мы все с вами логично понимаем, есть хорошие подходы к этим людям, которые, конечно же, если что, прикроют. И налоговая, и судебные приставы, и прокуроры, все будут с пониманием относиться к чаяниям этого человека. Но я понимаю, если мы говорим о том, что провален сбор налогов на, ну, я не знаю, там, например, на недвижимость, или там на транспорт, или на налог на дачи, например. Ну, да, это адекватно. Люди в нищете, люди стали еще беднее, их положение стало еще более незащищенным. Конечно, у них нет денег еще и налог платить. К ним приходят приставы, да, потому что суд, значит, принял решение взыскать принудительно эти, значит, налоги. К ним приходит пристав. А они говорят, ну, у нас взять нечего. Ну, вот мы, мы, посмотри, что едим. Мы макарошки едим на ужин без всего, потому что у нас нет денег даже на макарошки. Мы не можем это оплатить. Приставы говорят, ну, мы тогда у вас будем забирать имущество. Заходят в квартиру, в одну комнату, а там нет ничего. Ну, наверное, телевизор стоит, но я не думаю, что приставы могут забрать телевизор, они понимают, что за счет телевизора это власти держатся, да. Поэтому они просто уходят, там, усол нахлебавшись, да, товарищи, в тему, говорит. И все. Другое дело, если мы говорим о гражданах обеспеченных, ведь у них, согласитесь, есть и счета, и объекты недвижимости, и единственное жилье, которое теперь можно забирать и то у граждан. У них есть предметы роскоши и имущества, которым власть легко могла бы решить вопрос, там, сборов неудовлетворительных по налогам на сверхбогатых. То есть даже в тот момент, когда, помните, президент Путин поднял с 13 до 15 процентов налог для граждан, которые получают больше 5 миллионов рублей, тоже пипец какое достижение, да. Я сомневался, и если посмотрите видео, я даже и здесь говорил, что этого не произойдет, потому что я не верил, что власть может по такому пути пойти, что вот хоть на маленький грамм, да, на миллиметр, значит, наступить на хвост своим же, значит, своим же вот этим самым ценным, лучшим людям нашей страны. Но в тот момент, когда власть это сделала, я искренне не удомевал, не удомевал, не удомевал. Не доумевал. Не доумевал, да. Как же такое может быть? А вот теперь все встал на свои места. Они повысили, но закон не работает. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги, да. Приняли на целых 2 процента, не на 20 процентов, на целых 2 процента приняли, значит, вот эти изменения в налоговый кодекс, подняли им налоги. А сбор упал на 25. Власть бедным людям одной рукой дает, второй рукой в 10 раз забирает. А здесь наоборот. Она одной рукой забирает у богатых, второй рукой в 10 раз больше дает. Продолжение следует... Продолжение следует...